Как же вам повезло. Вы здесь спокойно работаете. Кухня в ресторане похожа на зону боевых действий. Нас скоро разобьёт мне голову сковородкой. Кризисы случаются и на нашей кухне, дружище. Никому не спрятаться от Султана, когда она действительно злится. Гнев тётя Султан подобен маслу на сковороде. Она никому не причинит вреда. А нас не такая. Моя жизнь в опасности. Слушайте, пожалуйста, успокойтесь оба. Не расстраивайте, Шебнем. Она работает как сумасшедшая, мечется между двух огней. Я остаюсь там только ради неё. Я не умираю от желания увидеть лицо нас. Не волнуйся. Мне нужно в пекарню. Хочу купить что-нибудь вкусное на завтрак для своих ребят. Увидимся. Как дела? Что думаешь по поводу? Как думаешь, он выкинул нас из своего сердца? Я не знаю. Но я очень ему сочувствую. Его уже дважды бросили в день свадьбы. Дважды? Уму непостижимо. Я понятия не имею, что он думает, что чувствует. Верно. Сати. А у тебя что? Ничего. Она меня не замечает. Моим мечтам не суждено сбыться. Я всё понимаю, но я не могу заставить моё сердце слушать меня. Это очень тяжело, Эргин. Наверное, невозможно. Знаешь, Мерзая, никто не знает, что произойдёт. Возможно, её сердце откроется для тебя. Да? Идём. Я собираюсь в магазин, Гюлендам. Конечно. Конечно. Гюлендам, присматривай за ней. Я в тебя верю. Я в тебя верю. Сестра Султан! 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 Посмотри! Посмотри на меня! Прошу, помогите! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Она ушла! Ушла! Молодая девушка сказала, что идёт в магазин за овощами, но сбежала и вышла замуж за этого парня. Этот побег привёл к смерти её матери. Стой! Ты не пойдёшь! Только через мой труп! Отдай это! Отдай! Ты с ума сошла, Гюлендам? Что ты несёшь? Почему я не могу уйти? Потому что сердце Султана этого не выдержит! Что? Что случилось, Султан? Ну, как бы... Что случилось, Султан? Доброе утро! Доброе утро! Ты что это? Выглядишь счастливым? Я тоже хочу порадоваться. Вскоре я избавлюсь от так называемого шеф-повара. Брат, ты снова за старое. Держись подальше от их семьи. Ты уже достаточно им насолил. Перестань говорить мне одно и то же, дорогой Боро. Пойми уже, я не остановлюсь, пока не достигнут цели. Отлично. Тогда и ты пойми. Ты не увидишь меня рядом с собой, когда достигнешь цели. Почему ты заботишься о них? Я чего-то не знаю. Дело не в этом, брат. Речь о плохих поступках, которые ты совершаешь из-за того, что несчастен. Ты можешь побеждать хоть каждый день, но ты никогда не будешь счастлив. И совсем скоро ты это поймешь. Занимайся своими делами, мой прекрасный брат. Хорошо? Доброе утро, шеф Феррат. Доброе утро, шеф. Доброе утро. Доброе утро, шеф. Доброе утро. Это запах выпечки? Именно так. Постойте, это запах картошки? Нет, это пирог с сыром. Так, ребята, нам есть над чем поработать. Потому что на самом деле это пироги с мясом. Я пойду поставлю чайник. Отлично. Доброе утро. Доброе утро. Я хостес Асаман. Здравствуй. Добро пожаловать. Я Ирай. Спасибо. Где я могу переодеться? В той комнате слева. Хорошо. Я бы хотела, чтобы ты говорила мне, когда нанимаешь кого-то. Я думала, ты не будешь против. Она искала работу, мне стало ее жалко и всего лишь… Бедняжка. Это совершенно невинная помощь. А о Ферате ты подумала? Нет, подумала. Ему придется научиться терпеть меня точно так же, как я его терплю. Нас мы можем поговорить? Да, конечно. Да начнется еще одна битва. Я не могу ничего с этим поделать. Я так от этого устала. У меня встреча с бухгалтером, так что я вас покидаю. Пожалуйста, разберитесь со всем сами. Хорошо? Что ты делаешь? Что делаю? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Если мы об Асуман, я всего лишь протянула руку помощи в трудную минуту. Это все. Я понял. Ты делаешь это для того, чтобы я ушел. Но ты не сможешь меня отговорить. Это еще цветочки, Ферат. Добрый день. Здравствуйте. Прошу. Султан, прошу, не делай так. Иначе я обижусь. Последнюю нашу встречу ты сказала то, что слышать было неприятно. Ты позвонил мне, и я пришла, Хазим. Скажи, что хотел. Я слушаю. Хорошо. Но сначала... Два чая. Нет, спасибо. Нет, так не пойдет, Султан. Хорошо, давайте. Я возьму. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Султан, Нас лишь раненый ребенок. Ее бросила мать, когда она была маленькой. Я не хочу говорить о ней плохо, все же она мать моего ребенка, но позволь сказать, что она была очень слабой женщиной. Знаешь, что она сказала нас, когда уходила, собирая вещи? Она сказала нас, что однажды обязательно вернется. Ты же знаешь детей. Они верят всему, что слышат, особенно если это их родная мама. Нас. Долго ждала ее. Она все время спрашивала меня о ней. Я не мог дать ей ответа. Я и сам не знал. Потому что... Есимин была непредсказуемой женщиной. Мне жаль. Очень жаль. Из-за... травмы, которую она получила, Нас никогда не могла доверять людям. Она не открывала свое сердце. В каком-то... В каком-то смысле это моя вина. Я всегда поощрял ее. Но однажды Нас встретила Феррата. Она доверилась. Она открыла сердце. Но потом ты знаешь, что она узнала. О Феррате из телепрограммы. Она очень сильно разочаровалась в нем. Поверь, именно поэтому она хотела, чтобы Феррат перенес ту же боль, что и она. Только по этой причине Нас так поступило. Ой, ну как же... Вы не обожглись? Я дам вам салфетку. Нет, нет, нет. Я такой неуклюжий. Я закажу новый кофе. Нет, нет. Спасибо вам. Спасибо. 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 Вы не проверите счета? Мы полностью вам доверяем, Селим. Шабнам. Простите, что беспокою вас, но Али Тан здесь. Что? Как? Да. Мы сорвали джекпот. Я слышала о том, что он приходит неожиданно. Нам нужно срочно проинформировать кухню. Если Али Тану понравится наше блюдо, мы будем непобедимы. Пожалуйста, простите меня, Селим. Мне нужно идти. Разберитесь с остальным, пожалуйста. Я побегу. До свидания. Слушай, Хазим. Во-первых, мне очень жаль. И тебя, и нас. Просто по-человечески. Это нелегко. Я имею в виду такую ситуацию для семьи. Но нельзя залечить рану, ранив другого. Хотя я понимаю твою дочь. Это не дает ей права умышленно причинять боль моему Ферату таким же образом. Ты сказал, твоя дочь никому не доверяет. Но как же тогда мой сын? Он набрался смелости еще раз пойти на это и жениться. Как же он открыл сердце? Я знала это с самого начала. Эти двое не подходят друг другу. Султан, мы люди, которые могут различить хорошее и плохое в жизни и в любви. Наши дети все равно не смогут держаться подальше друг от друга. Тогда нам нужно оставить их в покое. Так будет лучше для всех. Хорошего дня. Ребята, сегодня мы принимаем в ресторане очень важного гостя. Кулинарного критика Али Тана. Он ждет наше блюдо. Думаю, вы знаете, насколько нам важны его оценки. Да, шеф. Вот почему я решил поднять вам настроение. Я приготовил для него отличное меню. Вы можете увидеть его на доске. Да, шеф. Да, шеф. Мы сделаем это. Да, шеф, сделаем. Тогда за работу. Я тоже хочу помочь. Хорошо. Давай. Ты поможешь с главным блюдом. Хорошо. Не расслабляемся. Не расслабляемся. Еще много заказов. Так держать. Не расслабляемся. Продолжайте в том же духе. Убирайся. Подлец. Негодяй. Откуда он здесь появился? Что это такое? Уходи из нашего квартала. Я? Мужчина, что ты делаешь? Убирайся. Идем, дочка. Идем. Убирайся из нашего района. Уходи отсюда. Убирайся. Негодяй, уходи. Что ты здесь выискиваешь? Уходи. Убирайся, убирайся. Ты негодяй. Ты заслужил это, подлец. Неужели им не понравился мой голос? Зачем они это делают? Ну нет. Крайне опасен. Крайне опасен. Алло. Гюлендам, где ты ходишь? Я тут совсем одна. Сестра, я на важном задании не могу говорить. Не заставляй меня из-за этого переживать. Я не справлюсь. Иди сюда. Хорошо, уже бегу. Должна признать, ты меня сегодня очень впечатлила. Я очень удивлена. Ты еще удивишься. Просто наблюдаю. Кандемир? Что случилось? Господину Алине понравилось. Соус острый. Что ты сказал? Все пропало. Этот человек нас закопает. Он разнесет ресторан в пух и прах. Я пойду к нему. Кандемир? Иду. Нас. Зачем? Хотела сделать тебе больно. Ты хочешь войны? Ты ее получишь. Мне нужен чек. Приходите еще. Спасибо. Хорошего дня. И вам. Слушаю. Зачем ты это сделала? Что сделала? А, так это не ты развешиваешь плакаты с моей фотографией, как будто я убийца. С чего бы мне это делать? Я чудом избежал попытки линчевания. И я не мог подумать ни о ком другом, кроме тебя, кто бы это мог сделать. Такое могло прийти в голову только Гюлинда. Поблагодари ее от меня, когда увидишь. Я не могу даже пройти по кварталу. Возможно, этого она и хотела. Она думает, что таким образом заставит меня сдаться? Послушай, передай ей, чтобы придумала что-то поинтереснее. Я не откажусь от тебя. Ты с ума сошел. Я сейчас занята. Кладу трубку. Пожалуйста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Брат! Что с тобой? Почему ты слушаешь эту песню? Ты получил новости от Есамин? Брат! Пожалуйста, не думай о этих мрачных днях. Не надо, пожалуйста. Я боюсь, что у моей дочери будет такая же судьба, что она на всю жизнь закроет свое сердце. Вы оба любите не тех людей. По крайней мере. Ты любишь, даже если это неправильно. Посмотри на мою жизнь. У меня нет ни возлюбленного, ни любовника. Хорошо, что ты здесь. Нас не пришла. То же самое было и прошлой ночью. Мне позвоните. Все в порядке, не волнуйся. Она в ресторане. У нее завтра очень важный заказ торта. Она его готовит. Не нужно, прошу вас. Я справлюсь. Конечно, доставка важна. Особенно, когда никому не доверяешь. Я хотел бы помочь с доставкой, но ты никому не позволишь нести торт. Вы в порядке, Нас? Нас. Как вы? Нас. Нас. Вы в порядке? Да, да. Всего лишь нужно приготовить новый. Нет, нет, нет. Я принимаю доставку как заказчик. Нет. Всё хорошо. В банке не возникнет проблем? Мой человек всё сделал. Проблем не будет. Хорошо. Таилан, могу я вас кое о чём попросить? Конечно. Прошу вас больше не вовлекать меня в подобные дела. Я не могу спать по ночам. Мне снятся кошмары. Хорошего дня. Прощайте. Всего доброго. Кошмары. Какой слабонервный. Главное, что он сделал работу. Вы такой умный. Я клянусь, нас и Феррат больше не подойдут друг к другу. Я тоже так думаю. Так и будет. Я не понимаю. Они оба ведут себя, как пятилетние дети. А я возвышаюсь над их головами, как строгая учительница с линейкой. Ты знаешь, что сделал Феррат? Эргин, только не говори, что это забавно. Не говори мне, что это забавный розыгрыш. Я? Что я нахожу забавным? То, что Феррат сделал с нас. Я не знаю, о чём речь. Как я могу над этим смеяться? Тогда почему ты так улыбаешься? Я вспомнил кое-что, смеялся над этим. Хорошо, я рада, что ты со мной согласен. Хорошо? Я с тобой. Феррат сделал фальшивый заказ на торт и устроил ловушку нас. Бедная девочка была вся в торте. Пожалуй, мне не стоит думать о том, что теперь нас сделает с Ферратом. Да? Хорошо, но сможет ли он всё исправить? Я очень устала. Я мечусь между ними, как между двух огней. Афи говорила и говорила. Я... Мне жаль. Я прошу прощения, Шабнем. Нас? Что ты делаешь дома, дорогая? Что ты делаешь на кухне? Этот шеф снова вывел тебя из себя? Тебе тяжело находиться с ним рядом, поэтому ты здесь? Нет, тётя. Я устроила выходной. Дорогая, разве ты не можешь найти себе занятие лучше, чем готовить? Ты же делаешь это весь день в ресторане. То, что я вижу, отличный пример профессиональной деформации. Оставь. Лучше пойдём по магазинам. Нет, ни за что, тётя. Это блюдо очень важно, и я готовлю для друга. Ладно. Пахнет тоже прекрасно. Удивительно. Может быть, дашь мне возможность попробовать это блюдо? Нет, нет, я не могу. Я готовлю только на одну порцию. Я приготовлю и для тебя, но попозже. Хорошо. 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 Увидимся. Очень вкусно пахнет. Шеф-повар Феррат считает, что создал так называемое прикосновение Антепа. Но этот соус стал его провалом. Если вы пойдёте в этот ресторан, чтобы почувствовать французскую атмосферу, то вас ждёт полное разочарование. Ну, нас. Тират, к тебе пришли. Мама в магазине. Ей лучше уйти, пока она не пришла. Кто это? Кто там пришёл? Добрый вечер. Я долго думала. Мы должны положить конец этой абсурдной войне. Это не принесёт пользы ни нам, ни нашей карьере. Поэтому я приготовила моё фирменное блюдо. Не бойся, я тебя не отравлю. Приятного аппетита. Я ем, зная, что будет дальше. Я готов почувствовать боль, если ты перестанешь злиться. Я хочу, чтобы твои глаза снова смотрели на меня с прежней любовью. Спасибо за оказанное доверие. Не за что. Какое же приятное чувство. Есть приготовленное тобой блюдо. Субтитры сделал DimaTorzok Что же ты такого съел, сынок? Что тебе так плохо? Держись, ещё недолго. Ведь до больницы недолго, правда? И ещё немного. Держись,它的 больницы недолго. Держись, videonasMedTorzok Алло? Привет. Знаешь, что случилось? Нет. А что? Фират, в больнице. Да, надеюсь, ничего серьёзного не случилось Эргин сказал, что нет Я хотела спросить, не придёшь ли ты завтра в ресторан пораньше Да, завтра прекрасный день Слушай, Нас, ты не имеешь к этому никакого отношения? Шебнем, мне звонит папа Я вешаю трубку, поговорим с тобой завтра Пока Куда ты так торопишься, сынок? Надо подождать, когда закончится капельница Это уже третья тётя, я очень устал Я хочу пойти домой и лечь Ох, помоги Всевышней Фират, как ты? Я в порядке Я не поняла, о чём говорил доктор Это было пищевое отравление, да? Да, Султан, да Пищевое отравление, доктор так и сказал Что вы здесь встали? Пошли в дом Идём С нами всеми всё в порядке Почему только тебе стало плохо? Мы ели одно и то же Слушай, я старался молчать, когда здесь была Султан Но почему ты съел это? Чем ты думал? Неужели ты так сильно хотел, чтобы она тебя убила этим супом? Объясни мне Влюблённый мужчина ест всё, что дадут Даже если это яд? Да? Не выставляй его дураком, Эргин Это не так Слушай Когда это закончится? Поверь, это уже не шутка Один из вас в итоге сильно пострадает Я согласен с тобой, Мерза Но нас не остановится, даже если я остановлюсь Да и в конце концов она вредит нам Мне, тебе, семье, Шебнем Всем Шебнем Я собирался сказать ей кое-что, но Так и не сказал Почему? Почему ты ей не сказал? Не верю, что я это говорю Но Мерза прав Очень смешно Тебе нужно что-то с этим делать, дружище Правильно? Да Спасибо, Ребята Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова